В Ордобасинском районе Туркестанской области дети вынуждены учиться в обветшалом здании. Школы в селе Антымак никогда не было, а помещение для учебы досталось детям от откормочного хозяйства в 80-х годах прошлого столетия. С тех пор здесь никогда не было капитального ремонта. Мой коллега Бахром Абдулаев увидел, в каких условиях учатся сельские школьники. Село Антымак небольшое, местная детвора ходит получать знания, вот в эту небольшую школу ее построили в 1989 году. Сначала для конторы местного откормочного хозяйства, но после решили передать объект учебному заведению. Все мои дети окончили эту школу. Тогда мы и ей были рады. Всем селом перекрывали крышу, сами вместе с учителями. Последние 4-5 лет мы поднимаем перед волосами вопрос о необходимости строительства в нашем селе школы. Даже место в 3,5 гектара подготовили. Чиновники нам обещают каждый год, но ввоз и ныне там. Сегодня в школе с узкими и темными коридорами, без спортивного и актового зала получают знания 205 учеников с нулевого по 9 классе. Здесь всего 10 кабинетов. В этом году и без того маленькая школа лишилась еще одного учебного класса. Этот кабинет передали под школьную столовую, чтобы еду готовили прямо здесь. Из-за нехватки учебных кабинетов педагоги вынуждены проверять домашние задания и заполнять школьные журналы прямо в холе. В одном классном комплекте, если должно быть, 25 детей. Но наши кабинеты столько детей не вмещают. Поэтому, если их число в одном классе больше 19-20 учеников, то мы делим его на два. Получается, что у нас в каждом классе сидит по 10-12 человек. В районном отделе образования рассказали, что о ситуации знают и вопрос о строительстве новой школы в селе Интымак решают. Проектно-сметная документация для строительства объекта на 200 ученических мест подготовили в 2020 году. Только тогда средств в бюджете было недостаточно. В этом году мы также внесли предложение о строительстве школы. Сейчас ПСД находится на корректировке суммы в связи с подорожанием стройматериалов. Экспертиза уже показала, что стройка обойдется в 1 миллиард 649 миллионов тенге. Документы уже передали в областное управление строительства. Всё станет известно на предстоящей сессии областного маслехата. Если народные избранники проголосуют за выделение средств, то новую школу начнут строить уже в этом году после проведения тендера.